Всем привет! Это 24 эпизод скринкастов на Учись Rails. И сегодня мы вернемся к нашим шаблонам в папочке Views и рассмотрим, что такое паршалы. Паршалы в Ruby on Rails это специальные шаблоны, которые начинаются со знака нижнего подчеркивания. Вот здесь я позволил себе в папочке Shared создать заранее шаблон, который называется Email, HTML, ERB. И такие шаблоны, их можно вставлять в другие шаблоны с помощью метода рендера. Сегодня мы как раз это и сделаем. Во-первых, посмотрим на сам шаблон Email, HTML, ERB. Здесь вы видите, я уже заранее добавил специальный Eavascript код. Этот код генерирует email таким образом, что он не виден спамботом, но обычные пользователи на сайте, они могут этот email увидеть, щелкнуть по нему и написать мне письмо. И, соответственно, я хочу этот email вставить в несколько разных шаблонов на сайте. И понятно, что в каждом шаблоне писать вот такое огромное количество кода – это не очень хорошая идея. Поэтому я создал partial, который я назвал email HTML, ERB. И теперь я просто его вставлю в те шаблоны, которые мне нужны. В частности, я хочу, чтобы email был виден при регистрации. Для этого я поправлю два шаблона NewHTML ERB и EditHTML ERB. И здесь я просто вызову мета-трендер и передам ему в качестве опции ключ partial, значением для которого будет вот такой путь. Shared email. Причем, обратите внимание, что здесь я не использую символ нижнего подчеркивания, потому что Rails автоматически понимает, что мы имеем дело с partial. И знак символ нижнего подчеркивания Rails поставит за нас. Вот здесь таким образом у нас должен оказаться email. Давайте это проверим. Щелкнем по ссылке «Регистрация». Действительно, мы увидим, что внизу этой страницы появился такой блок, в котором мы видим тот email, который был закодирован у нас с помощью JavaScript в шаблоне email HTML ERB. Ну и теперь точно так же мы можем вставить этот partial и в шаблон Edit. Для того, чтобы email был виден и на странице редактирования аккаунта. Нам только будет необходимо залогиниться. Так, мы залогинились, и теперь можем посмотреть на странице редактирования аккаунта. Вот здесь мы точно так же видим, что у нас внизу есть блок с тем email, который мы указали в шаблоне email HTML ERB. Ну и я покажу еще второй пример использования паршивов. Как вы помните, у нас в папочке «Items» есть два шаблона, в которых содержатся формы редактирования товара. Это шаблон New HTML ERB и Edit HTML ERB. И глядя на эти шаблоны, сложно не заметить, что в них есть определенное количество повторяющегося кода. Это как раз вот эти поля, которые есть у модели Item. И в шаблоне Edit, и в шаблоне New они одинаковые. Поэтому было бы логично вынести их в отдельный паршив, который мы в данном случае назовем форм HTML ERB, и затем отрендерить этот паршив в обоих шаблонах Edit и New. Именно это мы сейчас и сделаем. Единственная небольшая деталь, которую в данном случае мне стоит объяснить, будет заключаться в следующем. Дело в том, что внутри наших шаблонов, внутри нашего паршива, у нас используется переменная f. И эта переменная, она доступна в шаблоне Edit HTML ERB, но паршива они ничего не знают. Поэтому нам нужно передать эту переменную внутрь паршива. И для этого мы вот здесь используем специальную опцию Locals, которая определяет локальные переменные паршива. И напишем вот такую конструкцию. Первая f будет означать имя переменной внутри паршива, а вторая f это, собственно, то значение, которое будет присвоено этой переменной. А значение у нас как раз содержится в локальной переменной f внутри шаблона Edit HTML ERB. И то же самое нам необходимо будет сделать с шаблоном New. Вместо всех этих полей мы просто отрендерим один паршив. И вот теперь видно, что количество кода в нашем приложении, в общем, значительно сократилось благодаря тому, что мы используем паршив. И теперь попробуем отредактировать какой-либо товар, который есть в нашем магазине. Очевидно, доступ к редактированию запрещен, потому что я не указал, что я являюсь администратором. И вот теперь мы видим, что действительно у нас отрендерилась здесь та же самая форма, которую мы создали в одном из предыдущих эпизодов. Но в этот раз форма рендерится из-за паршива форм. Паршивы — это очень простой и удобный способ сократить количество дублируемого кода в ваших шаблонах. И я настоятельно рекомендую вам активно их использовать, научиться их использовать правильно. И для этого вы, естественно, можете обратиться в документацию по Ruby on Rails. Но в целом в использовании паршивов нет абсолютно ничего сложного. Вот на сегодня у меня и все. Напоминаю, что вопросы, касающиеся разработки Ruby on Rails, вы можете задать в соответствующем разделе на сайте Hasbrains. И также на сайте Hasbrains работает магазин, где можно приобрести платные материалы по Ruby on Rails. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!